Тара-та-та-тай-тай Тара-та-та-тай-та Пум Очень умеем Очень Весело бы ребят Ребят и живят Ребят и живят Ребята живете Всем доброе утро Угадайте кто супермен Кто ебанулся на мотоцикле Короче, еду только что перекресток. А видите, дождь. Ну, я же такой разогнался. Думаю, да, похуй, нормальное сцепление. И я чувствую, что меня просто так уносит. И я такой скользу, ебать. А самый прикол, я в долю секунды тупо выпрыгнул так. На одной ножке выпрыгнул из-под него. И он дальше такой. И уебал. Короче, смотрите. Класс. Тупо теперь по рыблуку. Новый апгрейд. Бля, ну охуенно. Чувствую, а тупо чувствуешь жизнь вообще, понимаете? Ты едешь, ты все охуенно, блядь. Я такой. А прикиньте бы машина, а прикиньте там какая-то. Как это там, я же правило, не знаю. Темная зона. Dark zone. В общем, классно. Реально чувствуешь, что живой. Дайчик мой маленький, мой хороший. Кстати, надо ему имя дать. Когда у него имени нет, и он, блядь, выебывается. Стойте, мой маленький. Ребят, придумайте ему имя, реально. Давайте его как-то назовем, потому что он охуенный. Я трахаю любую тачку. Светофора, похрен, вообще всех трахаю. Я устал уже с ними гоняться. Нет достойных соперников. Ну, кроме мотоциклистов. Ну, ладно, короче, еду дальше. Так, ну что, я живой. Мне понравилось. Я бы еще разок так ебнулся. Смотрите, прикол. Ай-яй-яй, ебаный брод. Кто тут, ебать? Зайчик-инвалид, бать. Где твоя ножка? Вот, заебись. Заебись. Да-да, блядь. Лео, хули ты тут делаешь, бать? Стригуйся. Брат мой, блядь, пизда. Соскучился. Соскучился, сука. Хотел поехать в Старкон, потом думаю, нахуй не надо, блядь. Старкон сам приехал. А самое интересное, что я вчера говорю, у нас сегодня фотосессия была, которую я проспал. Я говорю, Татаровой, было бы круто, чтобы Ленчик был. И хуяк, он звонит, говорит, я приеду, блядь. Папа волшебник. Братка, ну как ты держишься? Конечно. Морально? Морально вообще, пупни. Физически тоже. А ты не наем, не перестал качаться? Нет. Пацаны, идем выбирать вам вейп на подарок. Вы же хотите вейп, да? Смотрите, какие подарочки меня тут ждут. Заказал для барбершопа две... Веб-камеры. Ух ты, ничего себе, блядь. Серьезно. Старткэм. У меня стоят вебки обычные к Xiaomi. Я там, когда нечего делать, я там прикалываюсь с Лео. Ну, когда он еще работал, я все время... Там можно изголос, и я всегда... Он так сжигался, бедняжка, блядь. Ну, вот, знаете, он вот... Все равно я вот стоял, только что курил, и видно, что пацан, может, морально чуть подупал. Или хотя Оля говорит, нормально все, типа только проснулся. Но в любом случае, это неприятно. Я думаю, если я утром сегодня разбился, то вам это уже было неприятно. У меня шутки такие, нормально все. Мне очень повезло, что в том месте, где у меня был барбершоп, помните, подвальчики, сейчас пацаны открывают с дня на день вейп-магазин. И можно будет у них купить крутой вейп и подарить вам. По вашим комментариям, там, кстати, тысячи комментариев, я вчера на влоге Шапика целый день вам отвечал. Блин, я ответил почти на все тысячи комментариев. А сегодня я захожу, там уже две тысячи комментариев. И сегодня тоже целый день вам отвечаю. Спасибо огромное, что вы комментируете. Всегда мне пишите, задавайте любые вопросы. Я всегда буду вам подсказывать, рассказывать в любых жизненных ситуациях и т.д. и т.п. Так вот, по комментариям я понял, что вы хотите вейп. Окей, я куплю вам вейп. Может, и девочкам подойдет, и мальчикам. А второе место по комментариям, это Венсы. И третье место, это доска моя. Шапку тоже там человек 20 написала. Ребята, я вас очень прошу, и мальчики, и девочки, ну вот, уже мне просто, я хочу уже покупать эти подарки. Напишите в комментариях, что вы хотите. Вейп, Венс, что еще. Я вас очень прошу. Вейп это точно первое место. За второе место можно там шмотки. А за третье еще какой-то прикол. Так что, все, я жду, и побыстрее вам куплю, и сделаю этот конкурс. Йоу-йоу-йоу. Йоу, ребятки, опять чуть не забыл передать вам привет. У меня сейчас хуеватое настроение, но... Сейчас. Передаю привет Игорю Воловенко от его девушки Лины Костенко. Лина постоянно заставляет смотреть своего парня мои видосы, и он считает, что это полный зашпар. Весело вы рыбете, рыбете и живят. Ребете и живят... Ребята живете. Кто хочет, чтобы я передал привет вашим жирным подружкам или одноглазым парням, пишите в комментарии, и все такое. Все. Йоу. Эй, пацаны, что-то совсем нет настроения. Сегодня вообще ужасный день. Все против меня. Помните, я вам камеры показывал? В итоге, три с половиной часа я с чуваком пытался их настроить. Они вообще ужасно тугие. Ничем не смогли помочь. Камеры не установились. Потерял кучу времени, хотя мог бы сделать кучу дел. Пытался вызвать такси на все службы. Обошел весь тут Майдан. Горчи вообще охреневшие. Называют цены в 300 гривен, хотя здесь проехать за полтос можно. Все, что я, за что я сегодня не брался, все было против меня. Как бы я очень везучий человек. Я даже никогда в очереди не стою. Но это такой прикал. Я всегда вот, мы когда-то идем с кем-то, я говорю, спорим, я не буду в очереди стоять. Такие, ну, кто меня шарит, они знают, что я везучий. И эта энергетика передается. Но как-то сегодня вот такой день страны, не было контакта с людьми. То есть, я вот что-то делаю, а с другой стороны ноль реакций. И, блин, извините за эту слабость. Я не должен это показывать, так как я все-таки чувствую ответственность за все, что я говорю. За свои поступки, за свои действия. Да, я матюкаюсь, да. Я курю сигареты, это херово. Но, я думаю, это самый такой еще безобидный я человечек на ютубе. Потому что я не делаю плохих поступков, из-за которого, как минимум, не гибнут дети. Как помните, да, блот про руферов. Так вот, день сегодня ужасно херовый. Ничего не успел, ничего даже не почитал книгу, никуда не уехал. Блядь, вообще ничего не получается. Я сегодня чуть не расхерячил свой старый ноутбук. Я просто его чуть не разбил. У меня сегодня так крыло, куда я не звонил бы, что я никого бы не просил делать. Все сегодня как дауны, с людьми какой-то вообще паралич, как зомби сегодня. Ни хера не могут сделать. И под этим, пиздец, из-за этой злости чуть не натворил сегодня бед. И потому, ребята, хочу вам сказать, что когда, по примеру, будете ругаться с мамкой, папкой, ни в коем случае не вздумайте посылать их там нахуй, не дай бог. Или когда своей бабой будете ругаться, не вздумайте ей давать леща, бить. Мой вам совет моей всей жизни. Когда только начинается конфликт, но это, конечно, не драф, сразу уходите, разворачивайтесь и уходите. Уходите нахуй вообще, особенно с бабами, с родителями. Пойдите в зал, пойдите поделитесь там, не знаю, где-то там в каком-то файт-клубе бойцовском в подвале. Ну, то есть вы, как мужики, должны чувствовать ответственность, что мы все-таки рулим этим миром, а не бабы. Поэтому умейте контролировать свои эмоции, я вас очень прошу. И не натворите бед, блядь, как я в свое время. Ну и что, показать вам, как папа выгоняет злость? И на ком, и как, и вообще? Сережа! Не-не-не, ну, папа, вот, смотрите. С этого начинается бизнес мировой. Короче, мне плохо, я слушаю Металлику, идите все, пизду. Извините, Сереженька, он, это, Металлику слушает под эмоциями. Кстати, да, любой бизнес начинается отсюда, с идеи. А потом ты берешь, просто пишешь, хочу ресторан. Это так круто. Мысли материальные, чуваки, но нужно много работать. Так, ну давай вставай, блядь, уже это, я буду показывать, как злость изгонят. Вы же не знаете, когда-то я был би-боем, у меня даже кубки, медали, есть дипломы и куча всяких... Давай, Backstreet Boys. Тихо-тихо, танцевал Электрик Буги, Нижний Брэк Данс. Но я сейчас покажу одну фишечку, просто то, что так, ну, совсем чуть-чуть. Джастин Тиберлейк. Кто хочет, пишите в комментариях, я вам в следующий раз еще потом... Или Джастин Бибер. И вот так мы будем сейчас выгонять злую энергетику. Чувак, не шли за энергией. Короче, если вас демоны одолевают, повторяйте за Сашей. Ой, не буду горевать, буду танцевать. Никто меня не любит, никто не приласкает. Приду я у садочек, наимся тирвецки. Это не будет, чувак. Не бать, это не делай лет 10. Все, мне тупо полегчало. Понимаете, вот так тупо энергетика злая ушла в пол, блядь. Ребят, если у вас будет хуёвый день, как у меня, я вас умоляю. Не ссорьтесь с бабами, не ссорьтесь с водителями, не высказывайтесь. Уходите. Сгоняйте это на спорте. Так, ну что, спасибо всем огромное. Я вас очень люблю, блядь. До завтра. Пока-пока. Слезки. Слезки. Смотрите, Саша плачет. Саша плачет, Саша плачет, Саша плачет. Саша плачет, Саша плачет, Саша плачет. Саша плачет. Саша плачет. Саша плачет. Саша плачет. Саша плачет. Продолжение следует...